приветствую как вы уже поняли из названия этот ролик будет несколько не таким как все предыдущие почему так потому что уже я неоднократно получал отзывы замечания комментарии о том что недостаточно раскрыт человек в роликах именно про бим поэтому появилась идея почему бы рассказать не рассказать об этом человеке более подробно для того чтобы люди которые идут по пути бима либо которые хотят чего-то добиться в жизни смогли узнать поближе этого человека понять как он появился как он вырос как он стал таким как есть и как добился тех результатов что у него тоже сейчас есть поэтому мы решили сделать вот такой выпуск не обим а о человеке который сделал что-то биме и добился в нем и сегодня будет пилотный выпуск об александре осипове александр приветствую привет игорь да ну уже вы с ним знакомы кто-то лично кто-то по ролику прогресс государственный бим с романом сидоренко мы обсуждали этот государственный бим а теперь давай немножко поговорим о тебе и тоже хотел бы добавить почему именно тебе потому что вот в среде вот наших бим специалистов тебя воспринимают такого как такого старшего брата есть вот мы все остальные такие наши такие молодые дурачки вот и есть ты человек такой с взвешенным мнением с авторитетом который действительно говорит много и делает правильных вещей говорит много правильных вещей и делает правильных вещей вот поэтому давай немножко раскроем тебя поговорим о тебе как ты таким появился давай попробуем начнем сначала где ты вырос где ты родился да ну всем привет и да интересен наш сегодня формат и самому интересно что из этого получится вырос и родился я в маленьком городе на северо-западе нашей страны это город псков и учился в школе ходил музыкальную школу кстати многие бим специалисты и ну и специалисты которые состоялись я знаю что заканчивали музыкалку и я понимаю что там что-то было такое чего не было у других может дисциплина может как бы требовательность тоже было музыкальное прошлое вот видишь это я думаю что посмотреть с кем ты записывал интервью там некоторые коллеги точно занимаются и играют ну и понятно что лето ты проводил в деревне на природе и опять шел в школу и наверное детство у всех оно такое классное безоблачное и наверное все мы детство вспоминаем как какой-то такой период жизни в котором все было всегда хорошо а хотя не ну несмотря на время которое было но это же было перестройка я помню когда на уроках математики мы обсуждали взгляд который только появился на экране и темы которые там затрагивали это бы вызывало бурные какие-то эмоции поэтому только но только положительные эмоции как наверное и каждый из нас и из этого маленького города города псков я думаю все знают что это за город я там бывал тоже красивые места ты все-таки перебрался москву а почему так хотя конечно предсказуемо но тем не менее ну ты знаешь но опять же путь путь к работе у всех разный и получается что ну вот я сначала закончил школу потом пошел в строительный техникум он потом переименовался в колледж давай немножко так вот а почему именно стройка почему стройка а потом почему-то москву да 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 давай почему почему стройка я как-то прикидывал что я строитель ну в четвертом поколении и я знаю там мой дед и прадед и рубил дома и клал там кирпичные постройки в деревне отец с матерью работали на заводе же бы и большую часть жизни потратили ну провели на этом заводе мне даже говорили что тебя пеленали где-то в каком-то там цеху ну не цеху а скорее всего помещение для и т.р. и можно сказать я вырос на этом заводе и я как-то помню что даже я хотел быть автослесарем но мне сказали это что за новости и что за ну как это дела и нет давай ты ну там пойдешь это по ну по стопам родители причем наверное ведь там в 15 или там в 16 лет ты не осознаешь вообще кем ты хочешь быть что в там что в голове творится ну наверное никто не не знает и так сложилось я иногда говорю что ну как бы это и случайно и не случайно что родители тебя направили ну там в нужное направление у тебя потом получилось и например после того же колледжа был был ну непростой период времени там были времена когда была война в чечне и я призывался в армию и ну там я мог оказаться там и не непонятно чтобы 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 было некоторые ребята прошли эту школу и она как бы не самая лучшая но я отслужил в армии и в этот момент тоже была история с перестройкой нашей армейской темой и я перешел на контракт и место ну там полутора лет я себе три добавил но на самом деле на она ну там говорят армия там школа жизни это и так и не так то есть когда ты учишься и развиваешься и тебе говорят думы и мысли вот так нас учили в том же там строительном техникуме то когда ты приходишь туда и тебе говорят забудь все исполняй это ну там это какое-то такое обидное даже до слез вот я некий один момент вспоминаю что просто ты хотел там дать в морду этому офицеру который тебе говорил ну как бы делай то что ну там ты считаешь даже нелогичным но наверное там таким образом ты проходишь через ну там не знаю переступаешь ли ты через себя наверное нет и опять же по жизни наверное везет и даже даже вот в этой среде попадаются люди которые хотят двигаться развиваться хотят думать и ну я я честно говоря счастлив что ну там я прошел эту школу ну а потом потом когда я уволился веселый был период времени там был момент там черный какой-то понедельник или что-то случилось с долларом когда он подпрыгнул и стала условно из 6 рублей стоит 98 года скорее всего да 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 вот это история и я на как это на деньги которые получил после службы купил себе компьютер то есть это мечта многих хорошие деньги да да хорошие были деньги и ты знаешь когда я учился я помню что я вот прикоснулся к этому миру ну там компьютерной техники и понимаю что сколько бы я мог сделать курсовиков или классных ну там работ имея ну там у себя в руках такой ну там инструмент который мне помогает и опять же все ну наверное везение стечение обстоятельств меня познакомили с ну теперь уже с моим хорошим другом наставником который работал в проектной организации тоже забавно но компания называлась пик псковская инженерная компания мы делали очень интересные работы делали реконструкции там по центробанку работ ну и это была проектная деятельность и так она была построена что человек тебе подкидывал задачу и ждал от тебя ее решение не то что делая от сих и до сих нет были обсуждения были ну как не то что дебаты иногда шеф приходил и говорил мне нужен оппонент давай посмотрим почему то или иное решение плохое или нет ну и ты знаешь ну вот ты гордишься тем что вроде бы у тебя нет опыта ничего тебя нет но с тобой человек который опыт не тебя ну наверное несколько десятков раз ну по опыту советуется с тобой там зеленым пацаном класс и вот мы работали в этой компании я параллельно учился на ну там на заочном отделении в университете постигал ту же строительную науку и условно компания наша находилась в одном из соседних корпусов этого института было очень удобно когда-то закончив лекцию нас бежал обратно на работу и проводил на все свое время наверно в этот момент времени многие из наших ребят они начали получать второе высшее образование тоже интересно когда когда ты мог получить второе высшее уже по другой специальности там многие учились инженерами а это был менеджмент и конечно сейчас я понимаю что учить менеджмент условно там в 20 лет когда ну ты в общем-то исполнитель наверное не надо потому что ну не понимаешь ценности не понимаешь ценности да и вот наверное ценность этих знаний я ну лет пять назад осознал в полной полной мере теперь про москву ну да то есть как как ты стал строителем понятно то есть по строителям ты закончил это именно я закончил политехнический институт до промышленной и гражданской строительства да пгс и наверное вот ценность пгс а здесь в том что тебе дают как раз общее общее знание когда ты ну понимаешь что зачем и почему теперь про переезд наверное когда ну у нас компания состоялась молодежи и молодежь которая училась в институте ребята начали заканчивать институт и там потянулся ручеек в москву причем что самое удивительное ну как рядом с обсковом питер и там по моему только у нас один из десяти человек переехал в питер а все остальные переехали в москву и так ну как бы шаг за шагом один жил у одного другой жил у другого там ты перекантуешься ну друга на кухне где-нибудь на полу найдешь квартиру ну и начинаешь начинаешь работать на благо себя на благо той компании в которую ты устроился и я так посчитал что но вот сегодняшнее место сегодняшнее место академии на бим это мое пятое это пятое место работы и в общем то за 13 лет я стал генеральным директором вот такой он вот такой он путь сейчас нужно сказать о том чем сейчас занимаешься да как как к этому пришел как как ты стал директором бим академии ну после того как я приехал я начал работать проектировщиком и мне сказали ну тут не просто проектировщики это вы там все делаете и архитектуры конструкции инженерной сети сети кто ты больше там ты архитектор конструктор специализируйся конструкции мне были ближе все но все время и я в общем сказал да я инженер-конструктор первое место моя работа она как-то пролетела даже незаметно и я помню что там какое-то время даже компьютера не было и я ходил покупал книги в библиоглобус который был рядом и считал ну там сосчитал фундаменты или конструкции там на листочке бумаги второе место наверное самое продолжительное где я от конструктора дошел до главного конструктора и кстати вот вышел недавно тот ролик винтажный когда мы с димой чубрика мы рассказываем как же мы что же нужно делать с бимом как внедрять какое место работы это был спектрум да там я провел 10 лет гк спектрум тогда уже был ли бим лидером и сейчас в принципе сохраняется и позиция тема с бим лидерством началась ну как бы немножко позже имеется ввиду по факту да да и и и получается так что ну мы увидели инструмент нам показали его это было ну что-то ну как бы что-то необычное и было даже необычно в том что ребята которые его принесли нам а это был я тебе скажу кто это был денис ожигин да он не ругал другие продукты которые знал лучше и ревит был там гораздо слабее а он ну я бы сказал тогда с нами нянчался как ну там с с детьми помогал и отвечал на много вопросов я и я помню что и ну там я дима моя жена мы пошли учиться именно ну на курс по ревиту и у нас было столько вопросов там была такая огромная программа которую мы наверное преподаватели за ну как это замучили и ну там них не хотели уходить и конечно же потом началась работа когда мы ну на реальных проектах вот оттачивали то что ну то что никто не никогда не делал но наверное самое классное я я не забуду вот тот период когда кто-то из архитекторов сказал что а я теперь понимаю что я делаю то есть был период когда но конструктор делает расчетную модель он там делает ее в складе она трехмерная она понятна можно даже включить и посмотреть толщины и сечения но и архитекторы приходили и говорили а покажите а как там оно на самом деле и вот когда они начали моделировать свое здание это было конечно классный здорово да большой путь был пройден и в какой-то момент времени я ну там понял что надо надо двигаться дальше и я стал уже наверно бим менеджера то есть компания сказала нам надо что-то с бимом ну и или скадом вообще непонятно что было мы встретились переговорили уточнили задачу и я горю так это вот такие то вещи и понятно что не каждый раз когда говоришь с людьми но это если мы говорим про работу тот через какое-то выстраивание доверия и отношений ну как бы удается найти диалог это всегда там сначала когда первый раз ты встречаешься тебе люди не верят ну не верят потому что что тебе верить ты что-то сделал для него хорошее а потом когда ну ты показал что это реально работает это облегчает жизнь ну я вижу что к тебе там со всей душой и там многие остаются друзьями на долгие годы и я понимаю что сейчас многие ребята которые работали в то время спектруми они кто-то сидит у девелоперов кто-то ну много кто кто разошелся и мы поддерживаем отношения и в хороших отношениях и ну как с ребятами так и с руководством и наверное вот это ценно что мы не теряем вот эту связь потому что москва как бы не говорили огромная большая она иногда оказывается настолько маленькой что ну даже иногда поражаешься и как раз когда там этап тоже подошел к концу и компания показывала большие успехи в биме а мы проектировались ну станции метрополитена а наверное даже это были первые бим первые станции которые компания показывала в ревите я понимаю что там надо было сделать еще один шаг еще один шаг но так получилось что ну там произошла реструктуризация и ну по сути дела я и с ну там в со своей командой остались перед выбором уйти ну либо в государственную компанию либо искать что-то что-то самому и так опять же случай это или судьба ну как бы как как всегда неизвестно меня познакомили с уважаемым человеком и с генеральным директором компании горпроект спасибо сергеевичу за трома сейчас что мы записываем интервью в стенах горпроекта и ну я говорю ну вот мы такие там умеем знаем и можем помочь и так так здорово что сергей лично говорит а ты не думала про то что не не подразделение а компания и наверное тут ну это это и шок и наверное и какой-то ну и радость о том что ты же ты же шел к этому и ну там можно было конечно наверное сдаться и сказать что проще всегда быть под кем-то но я вернулся домой наверно как это переспал с этой мыслью и сказал да мы выбирали название там были разные названия смешные не смешные относящиеся к биму и не относящиеся и выбрали это название и мы начали работать и вот в каком это было сколько лет академии шесть лет то есть мы организовались пятнадцатом году и за шесть лет мы из там консалтинговой компании в пять человек которая занималась только консалтингом для проектировщиков мы действительно выросли и выросли и в как это в числе и вы выросли в умении мы занимаемся и консалтингом у девелоперов мы моделируем мы программируем мы там создаем тем те же семейства и создаем классные решения вот сейчас роботизированные уже решения возникли у нас мы стали партнерами автодеска на верно по всему что только можно и в сфере обучение и сервисный партнер и партнер по продаже то есть я понимаю что ну как-то сделаны правильные шаги которые вот которые нас но сегодня привели к тому какими мы есть и к тому какими мы стали немножко от меня вопросы таки давай 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 вот когда ты только в руки попалась компания когда ты стал только генеральным директором насколько это тяжело было тебе это гармонично влился в эту должность в эту роль наверное даже правильно так вот ты знаешь я наверное когда мы организовались ничего но там то что ну там ты стал герой генеральным директором ты ты ну там взял опять же ответственность за тех людей с которыми ты работаешь и за и ты отвечаешь то в общем перед еще перед заказчиком ответственности я на тот момент не боялся потому что ну наверное там вот вот мой предыдущий опыт и проектный когда там ты становишься главным конструктором и отвечаешь за безопасность зданий общаешься много заказчиком это тебя закаляет и ну там делает тебя сильнее нервов ну как бы ты тратишь тоже много но делает тебя сильнее и тут как-то было ну я бы сказал что ровненько я скажу другое мы же растем и любая компания растет и наверное ты через какое-то время ну начинаешь ощущать вот этот ну как груз потому что людей становится больше контрактов становится больше опять же ну ты же не можешь сам на себе все вести значит ты просто должен доверять своим людям и если ты этого не будешь делать то наверное можно сойти с ума потому что вот проверять всего за ними надо надо иногда расслабиться и сказать они все смогут и я верю что они могут и они ну-ка там классно это делают то есть я я понимаю что вот за ну там с командой с которой я работаю можно идти как это в разведку хорошо вот если проследить за твоими соцсетями и если с тобой так общаться то можно понять что тем много увлечений и ну и ты всегда чем-то занят как это совмещается с должностью директора и какие у тебя влечения тоже можешь сразу добавить туда да еще но как бы еще работая в но дома у себя в обскове я понял что если ты не будешь как хорошо отдыхать хорошо сбрасывать эту энергию которые ты копишь на работе не знаю кто то говорит излучение от это от мониторов или там от чего угодно то в общем ничего хорошего не получится и сейчас ну сейчас зима у нас вроде наступила за окном я жду когда ляжет снег и я достану доску и поеду кататься на борде когда мне перестала хватать наших горок я узнал что такое сноукайтинг и научился и теперь ну там не надо ехать далеко а ближайшее поле на даче рядом с дачей ну и ветер для тех кто не в курсе мои лучшие друзья это такой ну это такой большой ну можно сказать парашют который тянет тебя по там по снежной водной глади по льду то есть это парусный спорт классная штука но там выкладываешься ну по по полной программе и опять же а я же не могу только сам я жену утащу туда детей кто кто может тот ну как бы и у кого получается соответственно летом на самом деле как-то было ну немножко скучно не я пошел в ролики казалось бы мы все видим вот когда летом народ носится на роликах а когда ты встаешь и понимаешь что а где в этой штуке тормоза опять все через школы через ну там освоение навыки навыков и у меня там тоже ты говоришь соцсети у меня мы приехали всей семьей купили четыре пары роликов для того чтобы кататься ну там все это конечно было забавно и сейчас ну там летом в парк выехали кайфанули ли проехали летним вечером по городу всей семьей шикарно ну ты ты получаешь и заряд бодрости энергии наверное одно из моих давнишних увлечений я в 16 лет получил права на мотоцикл и там дома я ездил работу с друзьями в какие-то походы были какие-то вылазки классные но это была старая техника и тут я все хотел 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 и тут прошлый год на пандемии она был чаша терпения как-то она переполнила меня я нашел в школу школу приехал туда проверили мои навыки как которые утратили за эти там 15 лет утратились и начал заниматься и настолько классно и здорово ну как бы это но получалось понятно что когда ты на чем-то ездил и но там ты уже умеешь тебе проще вспомнить и в прошлом да прошлым августом я купил себе мотоцикл спасибо нашему другу андрея дермейка у нее такой же мод и вот я сезон отъездил и просто в каком-то таком неимоверном восторге от того как я сейчас легко летом перемещаюсь по москве я хотел добавить по перемещению по москве когда мы созванивались договорились встретиться в 6 часов вечера в час пик в центре москвы ты звонишь я сейчас через через 15 минут подъеду я думаю что он соседнем доме что ли как он собрался по центру москвы за 15 минут куда-то доехать он оказался на мотоцикле ты очень быстрый и причем я скажу следующее что я ну я ну там не гоняю потому что ощущение вот ну там 16 летнего пацана и сегодня они абсолютно другие ощущения что ты должен смотреть контролировать понятно что ты все не можешь контролировать вокруг себя но лишний раз не открутить ручку газа ну как бы это важно и даже вот сквозь вот этим могучие пробки которые есть москве до в час пик ты аккуратно пробираешься и кайфуешь от того что на скорости там два или три километра в час надо найти баланс и ну просто аккуратно проехать никого не зацепив разъезжаются я видел как ну рядом аурус едет и он так отворачивает и ты благодаришь спасибо ребята за ну как бы за то как мы вежливо там ведемся на дороге класс и наверное вот одно из тоже таких увлечений которое переросло в некую даже страсть это собака это охота это охота в общем-то с легавыми собаками мы когда завели собаку дочь у нас просила собаку папа мама и мы ходила по району знала всех собачек у нее был блокнотик и вот эта собачка то вот это другая и мы нет мы не то что сдались но как это иногда мы осознанно как-то пришли купили собаку и тут я когда понял что это за порода и я начал читать и понимать я понял что а собак ты не простая и надо с ней заниматься и надо ну как и вот я скажу что то удовольствие которое ты получаешь от общения ну там с вот с этим четвероногим другом который стал ну не просто не просто собакой а не членом семьи это это необычайно это ты ездишь на фестивали ты ездишь на выставки ты общаешься с новыми людьми это ну вот я иногда говорю вот когда мы сидим вечером у костра чем ты занимаешься там ребята спрашивают я говорю я занимаюсь бимом так как у меня английский сеттер ну и всем известен белый бим черное ухо ну-ка давай теперь поподробнее зовут его далеко не тузик да зовут ее скарлетт и в общем ты рассказываешь ну там уже про технологии и люди говорят о классно давай встретимся в москве поговорим и среди но там нашего как там коллектива есть ребята которые даже обучение прошли у нас и уже используют эту технологию поэтому вот наш как наш мир и и творческий и хобби он помогает всем нам делать ну там общее дело и это классно но есть еще это насколько помню было у тебя пение ты знаешь да я чуть не забыл про в последние последние мы как-то знаешь ездили два года назад в узбекистан и мы сидели там и каждый говорил кем и чем он занимался что ну там кто занимался там музыкой кто занимался каким-то спортом и да мы насчитали очень много увлечений у каждого но вот после той командировки мы сходили удачно в караоке с ребятами из казахстана и я поразился как некоторые люди могут ну там своим голосом управлять это вообще невероятно вроде там у тебя есть слух но ты понимаешь что там главный инструмент в общем-то это ты я вернулся нашел школу понятно что знакомые там я слышал что кто-то где-то занимается ребята девчонки там посоветовали и в общем меня затянуло это реально классно и реально круто ты ну там ты правильно дышишь ты правильно правильно выдаешь звук это это сначала это было очень непросто и я понимаю что этом я там могу спеть сейчас и какую-нибудь хулиганскую песню и какую-нибудь там лирическую а он дочка тут подкинула ну она сейчас увлекается мюзиклами и тут я даже спел кое-что из мюзикла это конечно шикарно я дома поставил себе аппарат где там тоже микшерский пульт колонки и мы у меня еще есть барабанные установки можем долго говорить да мы можем много говорить и вот иногда с дочкой мы с дочкой сын и устраиваем да это не концерты это такие ну как бы кайфовые кайфовые вечера когда каждый по очереди поет что-то свое или там я под и когда она поет я подыгрываю и на барабанах в общем я думаю что через какое-то время мы соберем семейную джаз-банду вот как раз таки расскажи поподробнее про семью про жену как вы познакомились до женой познакомились на работе как ни странно как ни странно на работе и ну может из-за того что мы на работе проводим большую часть времени и и опять же после работы она архитектор и совместных проектов у нас было немного потому что я я тут же начинаю включать какого-то там начальника или или какого-то главного и это моя беда я вижу что не так с родными людьми так нельзя и в общем я говорю что нет пожалуй но как бы мы там ты на своем поле я на своем да у нас двое детей вот дочка саша ей сейчас уже 17 лет творческий человек который там я иногда даже не понимаю как она все успевает у нее есть есть четко есть расписание что она должна сколько страниц она должна прочитать сколько фильмов она должна посмотреть сколько на гитаре поиграть или сколько порисовать это конечно уникальный человек понятно как и любой подросток проходит через там непростые времена и и нам непросто и мне непросто но там мы все стараемся сделать так чтобы конечно же у наших детей там все было и они развивались причем вот она после она закончила девятый класс и перешла в колледж не потому что ну как бы не хочет учиться в школе а потому что сформировала свою ну некую стратегию что она хочет попробовать вот эту специальность и в там освоить ее понравится не понравится но тут она подходит и говорит папа я хочу готовиться в вуз куда-нибудь в европе увлекается людовиком ну и истории франции ну говорит я во францию не хочу ехать а куда ты хочешь ехать хочу там австрия или германия а кем ты там будешь заниматься еще не знаю но она взяла и начала учить немецкий язык и там за три месяца проглотила этот модуль и трудится я я думаю ничего себе вот это ну там вот это целеустремленность это поэтому да это здорово кем будет ну правда время покажет время покажет да потому что тоже интересно что им рассказывает на вот это подготовительной программе какие вузы есть какая там система обучения за что платишь за что не платишь и интересно а сын моему сын рома ему сейчас 11 лет что-то начал вспоминать сколько детям да и он тоже творческий товарищ и но это тоже удивительный человек когда мы его на самбо отправили он как бы не понимал зачем его сюда послали опять же там он когда налет привели ну и показали этих хоккеистов он сказал не ребят я к девочкам пойду там лучше интереснее и в итоге он но сейчас танцует это больные танцы и ну вот вчера домой прихожу а там жена говорит что они так упахались что он пришел и упал поэтому там говорить о том что танцами занимаешься это что-то такое ерундовые лайтовые нет ребята я скажу серьезно потанцуйте и тогда тогда опять же посмотрим куда дальше он будет выруливать опять время покажет школа 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 странная штука вообще сейчас стала поэтому особенно вот когда была удаленка это был для всех наверное а испытание ну это это все-таки был ад когда у учителей что-то не работает зум не включается или тимс тут вот этот был период маленького локдауна я конечно посмотрел как они это учатся ну я бы так не хотел учиться все то есть я понимаю что вот это очная история это самая лучшая штука которая может можем мы в жизни иметь это не 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 онлайн это только когда повышение квалификации да хорошо как раз вот мы заговорили про обучение делать ты делился своим опытом то что ты до сих пор учишься поделись чему ты сейчас учишься и для чего это делаешь ну сколько можно учиться до обучение меня как-то все время преследовала и в хорошем плане потому что когда был конструктором я осваивал например тот же скат плаксис или там искал какие-то курсы повышения я помню там мне меня хитрым образом пригласили на спецкурс в мгсу классная штука потом когда я стал уже директором я понимаю что не хватает определенных навыков и знаний и до этого онлайн курс онлайн какие-то программы повышение квалификации опять же автодеск нам много дает учебных материалов где мы ну наверное каждый год проходим какой-нибудь какой-нибудь акселератор и повышаем свои компетенции и развиваемся и в прошлом году так да как раз нами вот декабрь настал и как-то одновременно я услышал из двух разных голов умных про один и тот же университет который учат бим и я услышал это зигурат инститют технологии там испанский да он базируется в барселоне но его на программу курирует коллеги из айкома и я ну там наверно после нового года решил узнать что это такое как чем это едят и запросил программу со мной связались и я понимаю что это 12 модулей которые рассказывают ну условно от печки что такое бим что такое там интероперабилити что такое бепа и ира что инструменты 4d 5d и казалось бы ты это все знаешь казалось бы да ты это все знаешь но чем мне эта история нравится несмотря на то что вот сейчас например у нас идут модули посвященные инструментарию то есть я вот сегодня выполняю роль инженера конструктора который создается часть там финального задания в текле две недели назад я создавал инженерные системы в реви ти там условно месяц назад я делал в архикаде архитектуру и мы делаем интересные эксперименты по ну например выгрузки в эфси и сравнение подетально по знакам по символам как это выгружается чтобы ну чтобы все мы то есть я ну как бы я понимаю но некоторые ребята которые у нас у нас человек в группе из канады дубай южная африка индия и вот я из россии у всех разный опыт кто-то касался бима кто-то не касался кто-то за голову хватается о май год я не ну там я гад я не я не могу и у нас один человек даже ну как бы сказал нет я больше все не могу и отказался отказался да учитывая недешевое обучение то да несмотря на то что обучение стоит стоит денег и главная ценность я вижу этого курса в том что ну наладить взаимодействие даже есть специальный модуль посвященный как раз взаимодействие мы изучаем такие инструменты например как трэлла или слэк где ну как бы показывают эджайл подход к разработке правильную применению этих инструментов да 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 это же важно это шикарно вот в субботу созванивались ну там с командой я сидя на даче они где-то там в своих местах и ну один говорит надо же четкую инструкцию от нашего наставника получить я говорю ребята давайте мы сделаем ну как бы сначала это как сами видим а потом нас поправят давайте мы даже ошибки совершим и кстати классно что даже если ты делаешь ошибку то тебе ну не там не грозят вот какой-то злодей ты ну там неправильно что-то сделали не вовремя они тебе говорят обрати внимание сюда ну как бы и следующий раз это то есть чтобы люди делали вывод да курс начался в мае заканчивается он но в апреле следующего года мне еще надо доползти пять модулей сделать финальную но финальную программу ну и получить диплом бим-менеджера и применять я жду наверное самого вкусного по применению бим-настройки применению бим-эксплуатации они последними а да они идут последние опять же ты ты смотришь наверное у нас знаете какое знаешь есть ощущение что там то есть какая-то чудо кнопка и там люди знают больше но вот учась на этом курсе я понимаю что вот в нашей ну там среде в среде там бим лидеров мы ну точно заткнем многих за пояс и там и у нас масштабные проекты и по сложности по конфигурированию и нам есть чем делиться это классно и самое наверное важное почему я еще там потому что я понимаю что этот опыт полученный там мы можем ну как применить его здесь и ну и передать по сути дела нашим клиентам нашим партнерам ну потому что сидя не знаю там за столом в офисе в серьезными как это минами или там в ресторане когда ну там мы собираемся ты ну ты действительно говоришь как это и если люди тебе верят понимают что ну там мы как это мы там лаптем щи не хлебая ну тогда следующий вопрос который кстати меня на середине моего профессионального пути именно в биме мучил часто не думал ли ты сменить профессию направления вот сейчас например то я у меня вот совершенно четко понятно магистральная дорога по которой я движусь или думаю большинство специалистов моего уровня тоже понимают но был какой-то момент я думаю у всех когда вот тут зачем я вообще это за это взялся был ли у тебя такой момент ты знаешь тут наверное такой период бывает у каждого и я как-то вычитал в одной книге что если тебе хочется все бросить значит и на правильном пути то есть ну есть что-то в этом я помню у нас ну там опять же в клубе есть отчетные наши встречи мы говорим о своих там достижениях и у меня было как раз построено на том что ну там ребята все край и ну там и хочется все как это уйти все тлен не такого не тлен но ты просто ну как бы устаешь но там бесконечно устаешь вот почему ну как бы еще все-таки ты должен отпускать делегировать ну там свои полномочия потому что нельзя ну как бы все ты почему-то подсознательно не хочешь от себя это все отпустить и когда ты ну там ты тебе говорят попробуй сделай шаг навстречу вот этому ну в общем то своей свободе и это получается пусть даже не без ошибок других но это круто и здорово и вот я сейчас ну там тоже мы делали некий срез спустя три года после того упражнения я понимаю что опять я достигаю определенного уровня там ну как занятости и и я понимаю что значит еще больше надо передавать своим ребятам полномочий чтобы они расти ну чтобы они росли и ну как бы они развивались и ну и вот и когда ты понимаешь что вот это ну как бы получилось или получается вы это какое-то другое там это удовольствие и ну я тоже благодарен что они ну что они пробуют потому что им тоже тяжело некоторые для некоторых это первое место работы и человек вообще не знает верить ему не верить там для кого-то у кого-то вообще есть печальный опыт что его всегда кидали и ну там как можно поверить человеку но вот если ну там мне кажется доверие да вот самое ценное вот в нашей нашей всей истории и клиентской и вот в личностные ну там и в отношении с сотрудниками и партнерами ну и такой финальный вопрос которого я например для себя ответить не могу но тоже мне интересно твое мнение кем ты видишь вот через 20 лет на большой промежуток времени ты знаешь тут когда я в рамках одного в одной учебы там шло про стратегическое планирование страцессии надо таким заниматься и ну там делать такие упражнения тут недавно тоже мы готовили определенные вещи по развитию куда мы должны прийти через я обнаружил у себя записи такие но там записи как обычно хранятся в надежном месте это на компьютере я понимаю что например я хочу через 20 лет совершить кругосветное путешествие и желательно с ну там своей семьей может я буду дедушкой уже не исключено вот то что наша технология которой мы сегодня занимаемся она будет другой я тоже понимаю что она будет другой опять же назад возвращаясь условно мою там псковскую жизнь когда мы узнали что такое автокад что он бывает там трехмерный и мы говорили о классно но как бы можно сейчас создавать проекты нового качества и я понимаю что мы будем создавать и проекты другого качества и оперировать этой информацией применять там инструменты в виде искусственного интеллекта и машинного обучения то есть мы уже и сегодня начали использовать и опять же даже роботизация войдет в я думаю что я не буду ездить на мотоцикле потому что у нас будет уже другой транспорт который интереснее что-то нет который ну в которой я введу точку назначения от меня довезет и мне не надо тратить но будет время поездки безопаснее да 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 то есть ну там есть на одном мотоканале что будет будущем с мотоциклом их не будет то есть есть такая точка зрения поэтому индивидуальный транспорт легкого мобильного какого-нибудь вида может быть только то может быть может для олдскулов каких-нибудь да 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 и вне дорог общего пользования где-нибудь так собраться потусить уже с бородатыми парня понятно что ну там ты смотришь в мир как бы с позитивом при этом знаешь интересную одну историю обнаружил что мне ну мне один человек говорит ты смотришь все время что будет хорошо и все будет все замечательно а план б когда все будет плохо у тебя есть и это даже бы ну там для меня было неким откровением что ну а он должен быть и наверное ну там я вот когда с ребятами с некоторыми встречаюсь с директорами я говорю а у вас есть запасной ну путь отхода или условно представь вот завтра только бумага только на бумаге будем проектировать что будем делать поэтому ну с точки зрения что будет ну технология развиваться и все таки мы повысим производительность труда в ну там достаточно консервативной отрасли я тоже в это верю строители вот вот я когда разговариваю со строителями которые попробовали эту историю я вижу что им нравится они начинают кайфовать то есть нам надо вот просто вот пройти вот этот барьер ну как бы не не доверие и неверие в эту историю понятно что как только мы его снимем мне кажется много проблем решить ну и конечно же я понимаю что наша команда будет развиваться и мы развиваемся и там там я приглашаю как эту нашу команду на умных людей способных двигаться вперед задач миллион а задачи каждый день интерес ну там каждый день одна интереснее другой поэтому решая интересные задачи ну в этом меняющемся мире но наверное мы создадим нечто другое вот вот да и вот я наверно говорил это когда еще работал у себя дома мы сидели шефом на кухне и ну там обсуждали куда что это я говорю да вот так должно быть ну и вот наверно горящие глаза они горят и я думаю что 20 лет это это не такой как это большой промежуток чтобы они потухли от так что опять же опыт по получены в ходе обучения я понимаю что будем использовать применять обрастать международными связями возможно мы выйдем на международный рынок почему нет так что ну там светлое будущее не за горами и делаем ему мы хорошие это заключительные слова у нас не получилось сто процентов не обиме все равно вылазит да да она не может не вылазить потому что это не просто работа это страсть поэтому тоже об этом нужно говорить это является частью нас и так понимаю уже никуда от этого не деться в любом случае спасибо тебе за вот этот необычный разговор да здесь людям понравилось если понравилось комментируйте говорите что да как если нет ну все равно будем делать добро пожаловать в хобби это для нас интересная вещь в общем спасибо тебе спасибо что посмотрели все до свидания до новых встреч thank you Продолжение следует...